Приветствую вас, я бы сказал, что для начала желательно, конечно, определить, в каких ситуациях, в каких моментах данной ситуации вы поступали против себя, да, то есть поступали через себя, давили на себя, подавляли себя, руководствовались тем, что надо было сделать, хотя не хотелось этого делать на самом деле, вот, и, в общем-то, определиться с тем, благодаря чему именно вы оказались в этой ситуации, потому что, если бы вы сразу вели себя так, как вам хотелось бы, например, то я не думаю, что подобная история могла бы иметь место быть, вот, поэтому, собственно, это, если отвечать на ваш вопрос глобально. Ага, если отвечать локально на ваш вопрос, то вы пишите следующее. Значит, я попал в очень сложную ситуацию и чувствую себя сволочью, хотя, в принципе, ей и являюсь. То есть, видите, тут как бы идет полное непринятие себя и своих действий, даже если вы поступили плохо, даже если вы поступили плохо, все равно это не стоит непринять, так сказать, у вас был мотив, так поступить, с вас были свои основания. И, да, эти основания, они могли оказаться, ну, совсем не тем же самым, да, не тем же самым могли оказаться эти основания, что они думали, например. Но, тем не менее, несмотря на это, несмотря на то, что они оказались теми же самыми, не теми же самыми, вот, несмотря на то, что они оказались такими, все равно, они имели место быть, и вы их почему-то обесцениваете, эти основания. Дальше. Я начал встречаться с парнем, потому что мне не хотелось его обещать, и мне было сложно сказать нет. То есть, вы, по сути, начали встречаться с мужчиной из жалости к нему. Я, если честно, хотел бы спросить у вас, как вы относитесь к такому основанию для отношений? Почему вы считаете, что обидели бы его, если бы сказали ему нет? Да, ему было бы больно, но почему вы считаете, что вы его обидели бы? Понимаете? Откуда у вас подобное представление, откуда у вас подобный взгляд на эту ситуацию, что вот я могла бы обидеть человека, по сути дела, представлась ему в том, что у меня нет чувств. То есть, как? Отсутствие чувств к человеку может его обидеть. Ему может удобрить боль, да, ему будет больно, но это не обида. Не вы его обидели, это точно. Но вы это все связываете. Соответственно, я хотел бы, чтобы вы это раскрыли. Дальше. Так. У меня есть лучшая подруга и лучший друг. Им наговорили много гадостей обо мне и они поверили. Кто наговорил, почему поверили и, соответственно, разве это лучший друг и подруга, если они поверили кому-то, кто что-то о вас говорит? Ну, как минимум, это люди, которые не ценят своего собственного мнения о вас. Как минимум. Сегодня я ездил в гости к моему другу. К какому другу? К какому другу? Там должны были быть, значит, другие ребята, но в итоге они не приехали. Мы отстали вдвоем, он меня поцеловал, я ответил. Какой друг? Это вот тот лучший друг или какой-то другой друг? Это парень или кто это, о ком вы говорите? Я понимаю, что я творил и решил написать лучшему другу и попросил совет, даже попросил никому не говорить. Вот. Что именно вы натворили? Вы просто ответили на поцелуй друга. Правда, непонятно, что это за друг. Я не думаю, что этот поцелуй с вашей стороны был случайным, я не думаю, что он был случайным, что вы чего-то хотели. У вас было какое-то здоровое желание поцеловать этого человека, ответить ему. Это желание логичное, отчетом того, что к вашему парню у вас нет чувства. Это нормально. Так что именно вы натворили? Далее. Вы пишите ему лучшему другу, который поверил тем гадостям про вас, что ему наговорили другие. Несколько странный выбор того, кому доверять такую интимную вещь. Дальше. Так. Он сказал, что сейчас расскажет моей подруге. Начал обзевать меня, говорит, что я поступил его сейчас, но хотя СМН... Вот как бы... Почему он так на это реагирует? Ваш лучший друг. Если это ваш лучший друг. Как бы, что участка вы сделали? Вы ответили на поцелуй. Если лучший друг знает, что вы встречаетесь с парнем, которому у вас нет чувств и встречаетесь только из, например, чувства долга или чувства вины, то он должен понимать, что рано или поздно чувства истины проявятся по отношению к другому мужчине. Откуда у него такая реакция? Как вы отреагировали на его действия? Почему вы считаете его действия приемлемыми по отношению к вам? Дальше. В итоге под давлением или ты скажешь, что ли я, я написал ей само, а какое дело подруге и другу вообще до этого всего? Непонятно. Он сказал, что я больше до него не существую. Какое дело до этого всего? Опять же. В итоге я стал быть лучше у другу и подруге. Все мне нужно признаться парня, что я ему изменила. Ну, измена здесь только в том случае, если вы не хотели целовать этого парня, в таком случае это измена. То есть, если вы не хотели, но поддали с минусной слабостью, а в действительности у вас есть чувство к своему партнеру. Вот. Если это так, то да, это измена. Если это был соглашенный поцелуй, то есть, вы хотели, вы поддались именно своему желанию. Вот. Неважно, чему, желанию чего? Сексуальному желанию или желанию почувствовать себя женщиной, или там, желанию, не знаю, получить любовь, или желанию получить неятельность, или что-либо еще. Или просто почувствовать что-то почувствовать, да, неважно. Это не измена. Это, по сути, проявление нормального здорового чувства, которое вы в себе подавляете. И будете подавлять, если будете встречаться с человеком, которому у вас ничего нет. То есть, как бы это, ну, то, что вам, ну, о чем вам стоит подумать. Дальше. Я не могу сама добраться в эту ситуацию и хочется просто завершить, как бы, ну, завершить жизнь. Что мне делать? Я думаю, что сначала принять себя. Принять все свои чувства, свои желания представить, их обесценивать. В этом вам, опять же, может помочь психолог, обращайтесь за консультацией. Потому что сначала тут нужно во всем разобраться. Сначала нужно вообще, так сказать, понять общую картину. Я думаю, что на данный момент это напоминает, скорее, какие-то обрывки ситуации, нежели чем какую-то всю ситуацию и все. Вот. То есть так. Ну, вот так. Вот так. Так что, вы просто много, чересчур много взваливайте на себя ответственности за других людей. Это не всегда приводит вот к такому результату. Это первое. Второе. Второе. Второе, если я хочу сказать, то, что, ну, ваша позиция, ваша позиция, она несколько странная. То есть, если вас друзья, по сути, лучшие друзья предают этот свет. Ну, там, что вас говорят, и вы, говорят. И вы после этого все равно делитесь с ними интимной информацией. И говорите о том, что потеряла я близкого друга и подругу, то нет. Вы потеряли близкого друга и подругу давно. Когда они поверили тем градусам, что про нас говорили. Либо, либо, возможно, еще раньше вы потеряли друзей. Когда они перестали опираться только на свое мнение относительно вас. Вот. Я понимаю, что, возможно, вам это будет неприятно слышать. Но, тем не менее. Таков вариант. То есть, тут вам желательно выстраивать, ну, все-таки, какие-то, знаете, такие, другие отношения. Ну, с людьми. Вот. То есть, такие более, ну, более истерние отношения с окружающими, чтобы в таких ситуациях, не было, чтобы друзья, с которыми, ну, с которыми, которых вы называете так, действительно были друзьями и находились бы на вашей стороне. Вот. Так, можно ответить на вопрос на ваш. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Начнем, в следующий раз. Поехали. CONSEMBLY.